Волшебные сказки крымских татар. Волшебной сказкой мы называем сказки, в которых происходит невероятное приключение главного героя. Встреча его с самыми различными фантастическими существами. Волшебная сказка наиболее древняя сказка у всех народов, точно так же и у крымских татар. Волшебная сказка настолько древняя, настолько старинная, что в ней много очень мифологических персонажей, связанных с первобытным осознанием реальности, с первобытным осознанием действительности. Первое, с чего нужно начать разговор о крымско-татарских волшебных сказках, это с такой особенностью, как присказка. Крымско-татарская сказка в устной традиции всегда начиналась с текер-ле-ме. Текер-ле-ме – это присказка, причем построена, как правило, на очень своеобразном приеме. Специальное нанизывание абсурдных ситуаций заранее известно, что речь идет о невероятном, неправдоподобном. Для чего это делается? Почему нужна развернутая, не просто одно или два слова, а развернутая история о том, что происходит что-то невероятное? А чтобы подготовить слушателей к переходу от реальности житейской, от обыкновенной повседневности, в которой протекает жизнь крестьянина, чабана, рыболова, охотника, а сразу перевести его в фантастический мир волшебной сказки. Текер-ле-ме есть и у турков, и в турецких сказках, но у крымских татар эти текер-ле-ме часто очень еще и смешные, юмористические. Они похожи на так называемые небылицы или небывальщины, о которых мы знаем из русской культуры, из украинской культуры, из культуры славянских народов. Но таких развернутых текер-ле-ме у наших соседей, у украинцев и у русских, нет. Есть они похожие у турков. Перед сказкой рассказывается такая история. «Черепахи полетели, крылья заимели, рыбы морские взаймы их попросили, принялись тоже летать. В окмечите минарет мечети наклонился, чтоб в Салгире вот и спить напиться. Вот поймал я блоху, как овцу ее зарезал, мясо в ней шеесятока, жир в ней семьдесятока, смазал жиром я сапог, на один хватило, на второй нет. И только после этого, было это давным-давно, а может быть не было, жил на свете один Патишах, и было у него три сына». Текер-ле-ме никаким образом не связана с сюжетом сказки. Она совершенно невероятно переворачивающим всю логику окружающей действительности образом подготавливает слушателя к тому, чтобы слушать именно волшебную сказку. «Волшебная сказка у крымских татар всегда начиналась с Текер-ле-ме». Такая Текер-ле-ме, присказка такая, могла встречаться и в середине сказки. Она исполнялась уже с другой целью. Речь идет о войске. «Вот скачут они, скачут, шесть месяцев скачут, да еще одна осень верхом на конях несутся. По горным долинам словно ветер пролетают, по холмам бурным потоком проносятся, по колено в грязи, а на ступнях не перлинки. А как оглянулись назад, то увидели, что проскакали всего-то путь величиной с иголку». Почему нужна в середине еще одна Текер-ле-ме? С одной стороны, это типичный сказочный прием, повтор. Он повторяется неоднократно в сказке. А с другой стороны, это сказочник. Масалджи как бы напоминает, что я рассказываю вам невероятную историю, я рассказываю вам волшебную историю. Поэтому войско по колено в грязи, а на ступнях не пылинки. Поэтому оглянулись, и кажется, что путь прошли всего с иголку. То есть как бы напоминает о том, что сейчас я с вами нахожусь в волшебном мире, в сказочном мире. И сказочник все время это не забывает. Иногда это говорится присказкой для того, чтобы сделать перерыв в рассказе волшебной сказки. Вот мы остановимся, немножко промочим горло, и дальше пойдем рассказывать. А есть текерлеме, которые заключают сказку, концовки текерлеме. Так простак стал падишахом, Занял он отцовский трон, Свадьбу на весь мир устроил, Еды много наготовил, Воробьиные ножки, Да лягушечьи лапки, Маслом блохи все полил, Всех досыта накормил. В том краю в садах розы цветут, Кузнецы во кузнице железо куют, По селу по-большому похаживают, Да кебаб на шампуры насаживают, Угощает всех гостей досыта, А кебаб из лягушачьих ножек. Вот так заканчивается опять-таки волшебная именно, Волшебная сказка. Чтобы снова сказать, что я вам рассказал Волшебную историю, сказочную историю, Мы побывали в невероятном мире С невероятными героями. Такова особенность крымско-татарских сказок С самого начала и внутри структурного повторения. Для примера я всегда беру сказку, Самую лучшую, как мне кажется, Из всех волшебных сказок. Называется она «Биюк ламбадская сказка». Впервые она записана уже Радловым академиком. Он ее называет «Сказка о младшем сыне Падишаха». Но позднее закрепилось все-таки название «Биюк ламбадская сказка», Потому что она была точно известна, записана в селении «Большой маяк». И сохранилась в очень полном и объемном виде. Причем в этой сказке, кроме приключений главного героя, Он встречается со множеством персонажей. Есть два момента, которые я особенно хотела бы выделить. Первый момент о том, что эта сказка хранит память о древнейшем периоде в истории народа, в истории наших предков. Настолько древнем, что есть элементы, отражающие тему шаманизма, камлания, которое, очевидно, было известно нашим предкам. Оно пришло, может быть, из монгольских степей или с алтайских краев, но оно было известно на территории нашего полуострова. Как это отражается в сказке? Главный герой попадает в беду, его похищает Кокчеобур, мифологический персонаж, о котором мы еще и скажем. Похищает Кокчеобур. Это ведьма, которая связана с потусторонними силами, с небесными силами в том числе. связана тайными знаками родства с драконом Аждера. Она всесильна. И она ли это, или он, какое это существо, трудно сказать. Но, во всяком случае, от Кокчеобур зависит теперь судьба главного героя. Кокчеобур похищает главного героя и уносит с собой в колодец. Колодец – символ потустороннего мира, может быть, загробного мира. И вот жена главного героя, Падишахова дочка, пытается его спасти. Каким образом его спасти? Она задабривает Кокчеобур драгоценностями. И причем при этом она исполняет танец, какой-то, по-видимому, ритуальный, и бьет в бубен. Вот я читаю отрывок. Приглядела с Падишахова дочка, а из колодца прямо из воды показалась сама Кокчеобур, а в руках у нее кучу гуглам. Падишахова дочка, как увидела своего мужа, так принялась бить вдоволу еще сильнее, да в воду пригоршними золото с жемчугом бросать. А Кокчеобур стала девушку упрашивать. Дай мне золото да жемчуга, а я тебя дитятка верну. Будет дитятка играть да приплясывать. А ты голову дитятке из воды подними, тогда дам, отвечает Падишахова дочка. И подробно описывается, как Падишахова дочка танцует, бьет в бубен, вдовол, бросает в воду жемчуг и золото, и как постепенно показывается из воды. Сначала голова сына Падишаха, мужа этой Падишаховой дочки, то есть сам главный герой, кучу гуглам. Потом плечи, потом пояс. И так постепенно появляется из воды похищенный персонаж. Я считаю, что это процесс общения со злым духом, который выкупает героя к жизни, возвращает обратно к жизни. Более того, можно было бы перевести и мужского рода персонаж, потому что в крымско-катарском языке значение не имеет род. Но я настаиваю на том, что этот персонаж имеет отношение к женской пародии, потому что его задабривают драгоценностями. Это, во-первых. Во-вторых, задабривают музыкой. Во-вторых, бьет и пляской. Падишахова дочь еще и пляшет около колодца. Таким образом, она возвращает в жизнь из загробного мира, из связи со сверхъестественным мифологическим персонажем своего мужа. Фактически, муж рождается заново. Заново. Причем, в этом рождении мне представляется даже какой-то эпизод камлания, который, по-видимому, в древности применялся, когда женщина рожала. Действительно, сначала головка, потом плечи, потом, в конце концов, ребенок появляется. Это, мне кажется, очень убедительным. Таким образом, шаманизм, камлания в древности, в далекой древности, в первобытности было известно на Крымско-Татарском полуострове. Вот такое нам сведение дает, например, эта сказка. Следующий момент, который требует, может быть, еще и доказательств определенных связей с историками. Я представляю, опять-таки, эпизод из этой сказки «Куреш». «Куреш» или «Схватка с Аждера». «Схватка с драконом» это существенная часть очень многих волшебных сказок. В данном случае, я считаю, что это не просто волшебная сказка, она еще и героическая. Героическая почему? Потому что, в конце концов, Кютюг-Углан, не имеющий имени, как правило, в крымско-татарских сказках, имя героя не важно. Важно его или семейный статус, или социальный статус, имя не важно. Кютюг-Углан это младший сын Падишаха. Он вступает в схватку с драконом. Но почему я считаю, что это отражение обрядовости национальной борьбы? Что такое обрядовость? Куреш проходил в народной среде, по-видимому, по специальным обрядам. Сопровождался специальными обрядами. Потому что есть последовательность определенной этой схватки. Она повторяется три раза. В схватке из Аждыра Кучуг-Углан должен отрубить, сначала победить, а потом отрубить все его несколько голов, 40 голов обычно в сказке Ождыра. Вот. Не успел и глазом моргнуть, откуда не возьмись, перед ним предстал сама Аждыра. А губы у него такие, что верхние губы землю метут, а нижние небеса подметают. Зомб, зомб, ползет к молодому чабану. Молодым чабаном называют здесь Кучуг-Углана. Подполз ближе и говорит Уф, уф, у Суждыно мне было на свете одно стадо, а теперь и второе моим станет. Ах ты, сын распутницы! Обругал Аждыру, молодой чабан и закричал. Непонятно почему, ты сын распутницы. А то ж или это то ж? Драться будем или бороться? А чабан ему отвечает Не хочу драться, давай бороться. Вот схватились они, стали биться не на жизнь, а на смерть. Поднял Аждыра чабана, да так о землю ударил, что тот по колено в землю провалился. А чабан так схватил и подбросил дракона, что тот пупком в землю воткнулся. Файтос! Перерыв. А чабан ему отдохнуть захотел? Отдыхай. Да и я отдохну. Причем вот трижды дается эпизод схватки с Аждырой и трижды дословно повторятся. Опять говорит Ах, ты сын распутницы. Дальше Аташ или Тутташ, то есть обязательный вопрос. Дальше сама схватка и обязательно дальше файтос, перерыв. Мне представляется, что примерно так с такими словами и из таких эпизодов строилась и национальная борьба. Это вообще невероятно, что Аждыра, дракон, соблюдает правила национальной борьбы. Он соблюдает эти правила, отвечает на вопросы, схватывается. То есть Кучу-Гуглан не просто рубит мечом головы одну за другой дракона, а он сначала его побеждает своей силой, своей собственной силой. Вы обратили внимание, что вдруг Кучу-Гуглан, сын Падишаха, главный герой, стал тябаном. Дело в том, что сказка так поворачивается, это очень большая, длинная сказка, 25 страниц. Сказки редко такие бывают. То есть она даже по объему приближается к героическому повествованию. Вот Падишахову сыну, Кучу-Гуглану, предстоит победить дракона, предстоит вернуться из потустороннего мира, как бы заново родиться. И еще одно предстоит. Ему предстоит Падишахову сыну, Кучу-Гуглану, Падишахман, Кучу-Гуглану, ему предстоит стать чабаном простым, послужить чабаном простого хозяина, чтобы выполнить все, что на его долю отведено по законам волшебной сказки. И вот он несколько дней, несколько недель служит простым чабаном, питается простой пищей, побеждает Хаш-Деру, побеждает Кокче-О-Бор, то есть побеждает не просто каких-то мифологических персонажей, а Кокче-О-Бор, например, кичится своим бессмертием и говорит о том, что она никогда не умрет, потому что она к небесам железным колом прикована. Что такое железный кол? Это самой полярной звездой она закреплена к небесам, то есть Кокче-О-Бор, принимая разные облики, попадая в загробный мир, потусторонний мир, выполняет, по сути дела функцию народного героя, мифологического персонажа. Он побеждает, он вступает вообще в борьбу с самим мирозданием и устанавливает свой собственный порядок, то есть приводит в гармонию все мироздание. Сказка интересная очень заканчивается. Вдруг появляется редкий случай, когда в сказке появляется топосы Крыма, когда он победил Аш-Дыра, он вот что говорит, обращаясь к народу, пусть сегодня соберется весь народ, пусть сюда придут жители Кичи-Коломбада, пусть придут жители Дегременкоя, пусть придут жители Портенита, пусть придут жители Куркулета, пусть придут люди из Казалташа, пусть придут жители Гурзуфа, пусть придут жители Алушты и Никиты. Это разнеслась по всей округе. Стали стекаться со всех сторон люди, и тогда Чабан, победивший самого Аждыру и Коктябур, обратился ко всем собравшимся. Эй, Джамат, люди добрые, что вы до сих пор знали про ваши земли? Что мы знали? Знали, что поселился на наших землях Аждыра. Только заведешь коня Аждыра, его съест. Заведешь любую скотину, а ее Аждыра съест. Даже птице нельзя было ступить на землю Аждыры. Чабан, победивший Аждыру, продолжал свою речь. Слушайте, Джамат, люди добрые, с этих пор эти земли станут вакуфными, общинными. Владейте ими по своей воле, сообща по закону. Но если среди вас найдется какой-нибудь знатный да богатый человек и станет говорить, что эта земля только ему принадлежит, то я этого человека жизни лишу. Вот как говорит младший сын Падишаха, который стал Чабаном и стал выразителем народных чаяний и народных представлений. Таким образом, сказка перерастает из простой волшебной сказки в историческую какую-то героическую историю о том, как нужно освобождать свою землю от злых сил и вернуть народу то, что ему принадлежит. И вакуфность, общинность земли — это примета конца XIX века. Она входит спокойно в эту сказку, записанную еще академиком Радловым. Здесь нет никакого идеологического пафоса советского времени. Это свободно записанная, свободно рассказанная сказка конца XIX века. В селении, которое процветало тогда, оно называлось Биюк Ламбад. Сказок волшебных достаточно много сохранилось. Про Кучу-Гу-Гу-Лана есть Курп-Маган, Кучу-Гу-Гу-Гу-Лан есть, Падишанам-Дот-Угла. Можно считать эти сказки и даже вариантами. Они не особенно популярны, оказались в народе почему-то. Их следует описать, проанализировать, обобщить. И может быть, в какой-то литературной обработке, доводить до сведения современников наших. Потому что было в сказках не только невероятное, но и героическое, историческое и общественно важное в этих сказках. Ну, сказки волшебные, они все построены по одному и тому же принципу. И принцип этой повторяемости иногда даже раздражает. Вот Алтан Алма, там три дочери, три жениха, три колдуна. И у каждого колдуна по три лошади и так далее. Принцип троичности — это принцип любой сказки, не только крымско-татарский. Но этот принцип неуклонно повторяется. Крымско-татарская сказка не отличается от мирового уровня сказочных текстов, а наоборот очень сознательно соблюдает правила волшебного повествования, иногда переходя даже в героическое повествование. Крымско-татарские сказки не только записаны на территории нашего полуострова и не только на крымско-татарском языке, они очень четко передают особенности пейзажа крымско-татарского. Внимательное прочтение таких сказок, как Джарек, Дюль-Дюль, Дюль-Дюляр и других, говорит о том, что в этих сказках, да и почти во всех сказках, подробнейшие наименования пещер, скал, холмов, косогоров. И для каждого понятия – холм, косогор, скала, возвышенность, обрыв, пещера – для всего есть слово, для всего есть описание. И крымский пейзаж можно просто выстроить из чтения этих сказок. В степных сказках самое главное – это образ коня. Образ коня – это самое главное для жителя степей. Его ласково называют Дюль-Дюль. Это название коня одного из спутников Магомета, кстати. Его пророка Али, покровитель коневодства. Дюль-Дюль. Смотрим в словаре, что означает Дюль-Дюль. В словаре написано «сказочный крылатый конь». Я перечитала все сказки, которые мне доступны, и все истории о Дюль-Дюле изучила, и пришла к выводу, что он был очень быстрый, но он не был крылатым. Настолько быстрый Дюль-Дюль, сказочный конь, что ему крылья не нужны. Утром он в Багдаде, вечером он в Акмечите. То есть для него нет никаких преград. Настолько он быстрый, настолько он ловкий. Он умеет говорить, он умеет помогать своему хозяину. Еще у него иногда бывают клички. Утром он в Багдаде. Утром он в Багдаде. Продолжение следует...